Добрый вечер. Очень рад начинать этот вечер и вас принимать сегодня в культурный центр Покровские ворота. Ведь изо мной наш зал, о котором мы скучаем немножко, но это нас не мешает, тот факт, что мы не можем принимать гостей в настоящее время в культурном центре Покровские ворота. Это нас не мешает организовать очень интересные встречи. И сегодня, я думаю, что действительно будут очень интересные встречи. Это на самом деле продолжение диалога, который у нас уже был приблизительно месяц тому назад. Это разговор вокруг книги отца Георгия Митрофанова «Очерки по истории Русской Православной Церкви XX века». Эта книга вышла в издательстве «Практика». И, конечно, это одна из интересных книг, которую можно найти в книжном магазине «Примуз Версус». Потому что если культурный центр не может принимать гостей, зато книжный магазин открыт. И можно только поприветствовать вас, заходить к нами и найти, например, книгу отца Георгия, которая не очень, как бы, лестно об этом говорить, которая даже стоит дешевле, чем в «Озоне». Буквально 70 рублей дешевле, чем «Озоне». Поэтому давайте поддерживаем маленький книжный магазин, и в том числе книжный магазин «Примуз Версус». Сегодня тогда я скажу несколько слов, чтобы представить наших гостей. И сразу скажу вам, что вы можете задавать ваши вопросы под прямым эфиром на Фейсбуке. И мы обязательно передадим эти вопросы выступающим сегодня. Поэтому сегодня, конечно, с нами отец Георгий Митрофанов, автор этой книги. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Но уже, наверное, не стоит представить отец Георгий, который преподаватель в Санкт-Петербургской духовной академии. И также настоятель, то есть он также пастыр именно в храме святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. И с нами историк Игорь Александрович Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наука. И автор книги «Сталин. Зласть и религия», которую, кстати, мы представили также в Кутомице, в центре Покровские ворота. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вечер. Вот. Вы его держите в руках, в ваших книгах. Вот. И сегодня вечер будет вести, на самом деле, наш разговор отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Коклах, пастыр, я сказал бы, и также, ну, телевидущий раз он ведет передачу православной энциклопедии на телевидении. Поэтому ждем ваши вопросы под прямым эфиром на Фейсбуке. И отец Алексей, я передаю вам слово. Спасибо большое, Жан-Франсуа. Я очень рад приветствовать вас, приветствовать дорогого отца Георгия и Игоря Александровича сегодня на таком расстоянии телесном, но в каком-то нашем единении внутреннем. И я готов начать сегодняшний вечер и сегодня продолжить презентацию книги отца Георгия, первая часть которой уже состоялась. Я надеюсь, что это тоже один из этапов этой презентации, потому что книга действительно такое мощное научное издание. Книга – это сборник лекций, которые отец Георгий готовит для своих студентов Духовной Академии Санкт-Петербурга. Но и одновременно это еще и учебник для каждого христианина, я думаю. Учебник не только истории, но учебник в том числе и такой современной экклезиологии, понимания, что сегодня Церковь для нас, что вообще собой является Церковь Христова, какова ее миссия в этом мире, каковы ее предназначения и как она выражает себя в своем отношении к власти, к народу, к нравственным проблемам, к проблемам в том числе жизни каждого человека. Эта книга, написанная как исторический учебник, на самом деле гораздо больше, чем учебник. Это книга, которая сегодня действительно очень для всех, для нас актуальна. И я все-таки, у нас не так много времени, я хотел бы сразу перейти к обсуждению этой книги. И вот на каком моменте, с какого момента начать? Конечно, с самого болезненного. С декларации митрополита Сергия 1927 года. Вы помните, я с Георгией несколько лет назад в газете, в новой газете, было опубликовано интервью со мной, где я в том числе поднимал вопрос о том, как повлияла сама по себе вот эта вот декларация митрополита Сергия на отношение церкви и государства в дальнейшем, в том числе и в сегодняшней России. В ответ на это в дискуссию со мной вступил многоуважаемый протерей Максим Козлов, который высказал совершенно противоположную точку зрения на этот исторический факт и на то, как это повлияло на жизнь церкви. И тогда вот в эту дискуссию уже вступили вы. Я напомню о том, что существует такая точка зрения среди духовенства, среди богословов, среди в том числе историков церковных о том, что митрополит Сергий – это не только такой страдалец и страстотерпец, а тот человек, который взял на себя ответственность за спасение всей церкви. И что вот эта декларация была не только вынужденным шагом, как в свое время об этом говорил святейший патриарх Алексей II, который говорил, что в эту декларацию к ней надо относиться исключительно как к такому моменту, когда это был величайший компромисс, и к этому надо относиться как к компромиссу и только. Но вот вдруг стала превалировать та точка зрения, что это совсем не компромисс, что это воля Божия, что в этом есть особое служение патриарха, что в этом есть особое смотрение, и что это был настоящий подвиг спасения церкви. Давайте все-таки разбираться, давайте все-таки еще раз подумаем, что же это было. Это была ошибка, это был вынужденный компромисс, или это было единственное возможное решение по спасению церкви в тот период, и может быть не только в тот период. Отец Георгий. Спасибо, Отец Алексей. Хотя мы с вами тогда участвовали в дискуссии в «Новой газете», во многом занимая созвучную позицию, здесь бы я все-таки нашу общую позицию той поры несколько скорректировал в контексте нашего разговора. Да, мы говорим о декларации как о своеобразном символе, и это действительно внешне зафиксировавший себя в истории текст уже так определенно, который стал текстом переломный, определенного в жизни церкви как таковой. Ну ведь, я думаю, вот Игорь Александрович меня в данном случае поддержит. Если мы внимательно будем читать текст декларации, то перед нами одно из многих посланий предстоятеля русской церкви, которая, собственно говоря, написана в сотрудничестве с представителями власти, конкретно ГПУ. Текст этого послания писался митрополитом Сергием, но и, безусловно, корректировался, редактировался, как это, например, было с текстами посланий Патриарха Тихона 1923 года и 1925 года представителями власти. Это было своеобразное подцензурное послание. И если бы мы имели перед собой только этот текст, мы могли бы, конечно, печалиться, как печалили современники Патриарха Тихона в 1923 году, когда он вышел из заключения при условии, что он напишет определенного рода послания, которые он должен был озвучивать не только свою точку зрения, но и точку зрения на некоторые вопросы власти, навязанную ему. Но при этом мы бы могли, в общем-то, считать, что здесь не было ничего из рядано выходящего. Эффект декларации заключался тогда именно в том, что подобного рода текст, который действительно был исполнен, компромиссом пописался несвободно, сопровождался определенного рода политикой. Ведь по моменту появления декларации в конце июля 1927 года произошли события, которые сначала удивили, кого-то даже восхитили, а потом очень озадачили. Ну, прежде всего, потому что арестованный отнюдь не в одиночестве митрополит Сергий получил неожиданную возможность выйти из-под ареста. Его арестовали, напомню, в декабре 1926 года, и он выходит из-под ареста уже весной, причем получает возможность оказаться в Москве, его в Москву не допускали до этого, он получает возможность собрать группу архиереев, которая объявляет себя временным патриаршим синодом, и этот временный патриарший синод и сам митрополит Сергий, завеститель патриаршим архиереев, получают вдруг в мае месяце регистрацию, то есть официальное правовое признание в их лице, высшего церковного управления, чего тщетно добивались патриарх Тихона и митрополит Петр. А далее он направляет от имени этого синода обращение к епархиальным архиереям с предложением подать аналогичные прошения в местном архиере, чтобы зарегистрировать епархиальное управление. Да, воспитанные все-таки в рамках правового государства, каким все более и более становилась Российская империя, наши многие архиереи наивно считали, что получив официальное признание власти, как института подмосковской патриархии, они избавят тем самым церковь от гонений. Ну, не будет же государство гнать институт, который она официально признала. Это была, конечно, иллюзия. Но главное началось в дальнейшем. За лето 1927 года митрополит Сергий осуществил перемещение почти 40 епископов. Причем, когда наблюдали за этими перемещениями, обнаруживалось очевидно то, что менее приемлемые для власти епископы получали кафедры, менее значимые. А на более значимые кафедры означали те, о ком ходила молва как о близких властям и иерархах. Ну, например, митрополит Тверской Серафим Александров, который входил в так называемый Синод, которого звали Тверской и Лубянский уже в просторечии. Это действительно было так, он был секретным сотрудником ГПУ. Более того, вот это перемещение епископов происходило под явным давлением власти. Это наблюдалось очень многим. Кроме того, учреждение Синода представлялось чем-то совершенно неудачным. По определениям Поместного собора Синод мог избирать только епископа, Поместный собор. И это определение продолжало действовать. Здесь же не патриарх, не местоблюститель, а заместитель местоблюстителя собирает группу архиереев и объявляет эту группу временным патриаршевым Синодом. Почему, я сразу могу ответить, потому что все дальнейшие восстановления митрополита и тот документ, который мы отдельно будем сыграть, Сальчик говорит, это интервью 30-го года, они все выходили за подписями членов Синода. Что это означало? Это означало то, что Синод мог делать, если это был полноценный Синод, то, что не имел права осуществлять сам по себе заместитель патриаршевого совещания. Например, запрещать священное положение епископа. И все эти прещения потом будут идти от имени этого так называемого Синода. Мы бы сейчас могли с вами пригласить, может быть, еще для полноты третьего священника объявить себя, например, епархиальным советом московской и петербургской епархии. И чем бы это было не так? Мы были бы самозванцами. Вот нечто подобное происходило и тогда. И это тоже шокировало очень многих. И вот в этот момент, когда действие Сергия осуществляется от имени вот этого самозванного Синода, когда идет явно поддавление власти перемещения епископа, когда появляется окажущееся абсурдным обращение к иммигрантскому духовенству в июле 27-го года с требованием дать подписку о политической лояльности, появляется декларация. И вопрос времени только был в том, кто же и когда выскажется по поводу всей этой политики митрополита Сергия, которая представляла собой полное подчинение церкви власти, а именно кадровой политике церкви в отношении епископа. Вот было то требование, из исполнения которого не шли ни патриарх, Тихон, ни митрополит Петр, они отказывались назначать и перемещать епископа по указанию ГПУ. Митрополит Сергий пошел на это. И публично об этом первым заявил митрополит Ленинградский Иосиф Петровых в сентябре 1927 года, вскоре после этой декларации, хотя уже после появления декларации некоторые отказывались архиерею декларация стала как бы знаком того, что вот действительно митрополит Сергий произошел, а не просто произвел узурпацию власти в церкви, создав вот этот свой самозваный сенот и отежесив свои права с правами, но что он полностью подчинил церковь политике богоборческого государства. Отец Георгий, позвольте мне немножечко вот мешаться сейчас и еще раз уточнить вопрос, но вот именно это и воспринимается многими как спасение церкви именно потому, что вариантов других никто не видел, потому что любое противодействие власти, любое несогласие с ней было гарантированным уничтожением епископата, закрытием церкви, расстрелом священников и вот митрополит Сергий появляется как спаситель церкви ценой колоссального компромисса, ценой ужащающего компромисса, но тем не менее результатом этого компромисса спасенная церковь. Вот главный аргумент, вот что можно сказать на это. Так ли это на самом деле? Вы знаете, на этот аргумент митрополит Сергий получил ответ вскоре. Когда к нему приехала в Москву делегация ленинградского духовенства, сторонников митрополита Иосифа, которые перестали поминать его имя, как предстоятеля церкви и готовы были починиться ему лишь при определенных условиях, во время этой дискуссии между ними митрополит Сергий, обосновывая свое действие, сказал, я спасаю церковь. На что получил ответ? Церковь спасает Христос, вашего священства. И вот в этих двух словах заключалась самая суть вот этой проблемы. Действительно, и тогда, и в дальнейшем, я в этом глубоко убежден, вот эти тяжелейшие для самого митрополита Сергия компромиссы были обусловлены одним, маниакальной убежденностью в своей миссии спасти церковь. Кто, если не он, и только он. Это была с точки зрения экклезиологической весьма спорная позиция. Церковь у нас Христова, а не сергианская. Не Сергий ее спасает, а Христос. При этом Сергий тогда еще не знал, что его ожидают в ближайшее время. Да, уже в 1928 году начнутся аресты тех епископов и священников, которые будут разрывать с ним канонические отношения. Но с 1929 года начнутся репрессии, широкомасштабные еще с 1929 по 1932 год, в которых будут репрессироваться и даже расстреливаться, как, например, священномученик отец Михаил Чельцов в Ленинграде сторонники самого Сергия. Будут закрываться их приходы, его противопонентов и сергианские приходы. Получилось так, что уже через, по сути дела, полтора года после декларации новая вспышка гонений, широкомасштабнейших, десятки тысяч тогда было репрессировано представителей Духоместа в этот период как раз коллективизации, показало, что подчинение государству, на которое пошел митропавец Сергий, отнюдь не избавляет церковь от гонений. Поэтому уже жизнь тогда показала, что начались гонения с репрессий против противников митрополита Сергия, а продолжились уже в 1929 году репрессиями и по отношению к сторонникам митрополита Сергия. То есть он не мог спасти даже тех, кто поверил ему и пошел за ним. Спасибо, отец Георгий. Я сейчас обращусь к Игорю Александровичу Курлянскому и попрошу его тоже высказаться на эту тему о декларации, о ее историческом значении и о мнении историка по тому, каким образом декларация все-таки повлияла на жизнь церкви в тот период. Вы знаете, это очень сложный вопрос, но исторографический, историасовский по поводу декларации митрополита Сергия. Я все-таки хочу сперва сказать несколько слов, если позволите, самой книге отца Георгия в целом о своих впечатлениях как читателя и как историка по поводу вот этой монографии. Я скажу, что впечатление в целом у меня сложилось очень благоприятное, потому что меня порадовал и стиль автора, его подход к историческим фактам, и спокойное такое объективистское фундаментальное изложение вот всех этих событий. Это действительно такие солидно, хорошо поставленные лекции, и не только лекции, это просто читается в некоем единстве, как такая монография. Ну, я скажу о недостатке, если позволите. Какое у меня мнение на этот счет? Ну, что это все-таки в основном такая верхняя церковная история. Это история священно-начале, история иерархии, история расколов и церковных течений, история отношений с властью. Но как-то в тени совсем остается вот жизнь приходов, жизнь общин, подполе. Ну, как у Алексея Львовича Пеглова, известного нашего историка. Но с другой стороны, нельзя объять необъятное, и то, что сделано, уже очень хорошо. Теперь по поводу Декларации Сергия. Вы знаете, я читал разные работы на этот счет. Ну, например, известна точка зрения историка церковного из Православного Свято-Тихоновского государственного университета, уважаемого отца Александра Мазырина, о том, что, собственно, и Декларации Сергия июля 1927 года, и Толиния дальнейшая, которую он вел, компромиссная с большевистской властью, она себя не оправдала, что сам Сергий только провоцировал расколы, что это все было в конечном итоге во вред такому церковному сознанию. И есть и другие аналогичные работы, не только публицисты, а и церковных историков, в той связи, которая подводила к такому выводу. Что, да, митрополит Сергий, он изначально руководствовался не конъюнктурными какими-то расчетными соображениями к облаву церкви, но он оказался, ну, как бы плохим политиком, который не понял вот коварства большевистского государства, который всецело использовал его в своих интересах. Такая отецсергианская линия, она есть, она присутствует в историографии. У отца Георгия я прочитал другое отношение, более объективиско-лояльное в отношении к митрополиту Сергию. И, соответственно, я сам лично вот к какой-то позиции в этой связи не пришел. Для меня это вопрос, вот как бы остается открытым, в какой мере себя вот такая линия оправдала. Ну, например, Александр Мазырин пишет, что это не оправдало себя в отношении того, что он хотел уберечь церковь. Для них там церковь, он ничего, якобы, ничего не выиграл. Но все-таки какая-то легальная, официальная основа, вот, велиция Московской Патриархии, она даже, несмотря на большой террор 37-38 года, она сохранилась до самой войны, как мы знаем. Вот такое дело, вот такой вот дискурс, он очень интересный, и мне кажется, он окончание своего не имеет. Спасибо. Спасибо большое. Но очень интересно, что вы обратили внимание на то, что действительно книга отца Георгия посвящена прежде всего жизни епископата, и складывается впечатление, что церковь – это епископат, и епископат принимает решение за жизнь церкви, что другой церкви, как церкви епископата, вообще не существует. И как раз, вот отец Георгий, прошу вас, скажите, пожалуйста, а вот народ церковный, не соловецкие епископы, не Иосиф Петровых, а вот народ Божий, обычные люди, как для них складывалась жизнь, как они воспринимали вот эту декларацию, и в том числе легализацию, все-таки, как вы правильно сказали, Игорь Александрович, того, что все-таки Московская Патриархия могла легально существовать. Ведь это тоже один из аргументов людей, которые поддерживают, понимают очень хорошо позицию митрополита Сергия, о том, что если бы этого не случилось, у нас были бы закрыты храмы, никого нельзя было крестить, никого нельзя было отпеть, люди были бы лишены возможности причащения церкви христовых тайн, то есть жизнь преподоба бы прекратилась. Отец Георгий. Я призначил Игоря Александровича на то, что он указал действительно на тот очевидный, ну я не назвал бы это даже не недостатком, а неполноту моего курса, потому что на самом-то деле, и я хочу это подчеркнуть, в период, когда вот шли такие баталии между архиереями, церковь подвергалась гонениям, очень интенсивная жизнь происходила на приходах. Да, действительно, к сожалению, эта тема вообще остается еще недостаточно разработанной, потому что прежде всего удалось поработать, основательно за это время с источниками, касающимися церковно-государственных отношений, вот на таком иерархическом, политическом уровне. А жизнь-то продолжалась. И внутри вот этой церкви, то ли тогда еще, нельзя сказать, что сергианской, а церкви, которая искала свой путь, клела очень активная церковная жизнь. И знаете, с чем это было связано? Прежде всего, я хотел бы на это обратить внимание. Это показали события уже 17-го года, когда происходили выборы епархиальных архиереев. Они происходили очень продуманно, очень разумно. Почему? Да потому что в них участвовала меньшая часть нашего церковного народа. Те, кто действительно ответственно, осознанно подходил к церкви, для кого церковь была сосредоточением их жизни. Именно эти люди в условиях гонений на церковь и оставались в ней, как практикующие христиане. А большая часть наших православов, в том числе и те, кто в переписи конца 30-х годов объявит себя верующими в Бога, 55% населения, они ведь в большинстве своем в храмы уже регулярно не ходили. И в церковной жизни, в жизни приходских собраний не участвовали. Так вот, это активное, ответственное меньшинство, конечно, заявляло о себе очень ощутимо. И это давало возможность оппонентам митрополита Сергия говорить о том, что в случае, если даже весь наш еферскопат будет арестован, изолирован от церковной жизни, церковная жизнь не прекратится, она будет происходить на приходах, которые будут служить подпольно, катакомбно. По поводу этого существовали даже постановления поместного собора, дававшие право приходской общине храма закрытого властью совершать богослужение в любом другом помещении на том антимисе и с тем настоятелем, который в этой закрытом храме служил до его закрытия. Такая перспектива была. Конечно, и она при том тоталитарном режиме, который существовал, не могла быть долговременной. Но вот здесь и возникает вопрос о том, «А кто же спасает церковь?» И здесь я бы подчеркнул именно то обстоятельство, что вот в одной из, еще одной из заслугов митропоэта Сергия считается то, что он якобы победил обновленцев. Так вот, на что я хотел бы обратить внимание. Собственно, обновленцы вошли в историю нашей церкви почему-то вот такими. Прежде всего, как церковные реформаты, хотя подавляющее большинство рядовых обновленцев ни о каких реформах не размышляло. То простое духовенство и миряне, которые шли к обновленцев, шли к ним прежде всего потому, что они увидели церковную организацию, православную организацию, в которой не преследуется власть. И они шли туда, потому что можно было ходить в те же самые православные храмы, на ту же самую службу, а в подавляющем участие обновленческих храмов служба была на церковно-славянском языке, по тому самому, ну, конечно, как всегда укороченному на наших приходах уставу, по которому служили и синодальный перевод. Только эту церковь не преследовали. А то, что там места, находившихся в заключении патриарха Тихона, поминали синод, ну и Бог с ним, и раньше был синод, только теперь это обновленческий синод. Сначала высший церковный совет, потом синод. И вот когда митрополит, патриарх Тихон вышел из заключения, начался воскрушение обновлечества. Почему? Потому что многие обновленцы стали переходить обратно к патриарху Тихону, облегченно вздохнуть. Ну, слава Богу, одумался нас просветитель, наладил отношения с большевиками, раз они его освободили. Значит, теперь можно служить в патриаршей церкви, как и до революции, гарантированной отгонений государственной власти. И вот эти люди перешли в патриарши. В церковь по многому вернулись туда, исходя из таких, в общем-то, оппортунистических, но по-человечески понятных соображений. А далее ситуация осложняется. Не получается у патриарха Тихона так строить отношения с властьями, как это получается у обновленцев. То же самое у митрополита Петра. Да, власти хотят реализовать план Троцкого еще 22-го года. Две управляемые церкви, обновленческая и патриаршая, но одинаково подконтрольные ГПУ. Не получалось это до митрополита Сергия с патриаршием церкви. И вдруг получилось. И вот тогда многие сказали, ну, слава Богу, вот митрополит Сергий сумел сделать, что теперь патриаршая церковь не будет преследоваться. Ее, наконец, признали как обновленческую, именно потому, что он, подобно обновленческим лидерам, подчинил кадровую политику церкви ГПУ. Значит, теперь эта церковь не будет преследоваться. Будущее показало, что уже через, меньше чем через 10 лет после этих событий, будет преследоваться даже и обновленческая церковь во время репрессий 37-го года. Но вот этот вздох облегчения заставил многих обновленцев еще так же возвращаться, уже теперь при Сергии, патриаршую церковь. Поэтому, да, многие восприняли этот шаг с радостью и вдохновением. Другое дело, что будущее, как я уже сказал, показало, что и последователи митрополита Сергия его политика не спасала от репрессий. Но к чему это приводило на самом-то деле? К тому, что митрополит Сергий не победил обновленческой. Он сделал патриаршую церковь обновленческой именно потому, что сделал главному принципу обновленческого. Судьба церкви зависит прежде всего, от союза с государством. Причем от союза даже с богоборческими государствами и на тех условиях, которые это государство выдвигает. Это гарантия существа церкви. Вот так многовековой серверизм, к сожалению, православной церкви в истории обрек нашу церковь на нечто такое, чего не знала даже она в своей пронизанной серверизмой истории. Она знала союзы с иноверными правителями, скажем, с турецкими султанами. Но союза с богоборцами она не знала никогда. И вот митрополит Сергий оказался в данном случае первопроходцем. Тем самым мы можем сказать одно. Он не победил обновленчество. Он сделал патриаршую церковь обновленческой. И в этом заключалась его, конечно же, трагедия. Но все-таки речь идет о том, что в отличие от обновленческой церкви, церковь, которую возглавил в тот период митрополит Сергий, была церковью канонической церкви, все-таки законной церковью, нераскольнической церкви, которая все-таки продолжала свое служение от патриарха Тихона. Тем не менее, все-таки мы не можем так, мне кажется, делать такое совершенно знак равенства между обновленческой церквью и церквью московского патриархата. Но вот я хотел бы перейти к следующему документу примерно той же самой эпохи. Игорь Александрович, вопрос к вам. Знаменитый интервью митрополита Сергия, который тоже является камнем преткновения. И за который, в общем-то, он не должен отвечать как бы, потому что, как известно, что авторство этого интервью, напечатанное в газете «Известия», по-моему, принадлежало Емельяну Ярославскому, и что, в общем, сам как будто бы... И было просто подписано его именем. То самое интервью, где говорится, что на церковь нет гонений, и что те священники, которые каким-то образом преследуются властью, преследуются ей только как уголовные преступники. Вот об этом давайте поговорим. Ну, можно тогда я скажу, поскольку я публиковал... Конечно, я к вам и обращаюсь сейчас. Это мой авторский анализ. Что касается самого этого документа, он рассекречен. Он был в архиве президента, когда мне разрешили там работать еще в 2007-2008 годах, довольно давно. Потом я опубликовал этот текст, мой анализ авторской практики, главным образом, сталинской журнале. тогда еще назывался «Российская история», теперь он называется... Тогда назывался «Отечественная история», сейчас именно «Российская история». Ну, и потом уже это вошло в мою книгу, уже в измененном виде, в Сталин, власть, религия. Это мой анализ документа. Работа над интервью по становлению Политбюро была поручена комиссии Сталина, Молотова, Ярославского. Правка на интервью, как я... То, что авторство принадлежит Ярославскому, это мое предположение, потому что правка, правка, которую мне удалось идентифицировать, принадлежит Сталину и Молотову. Ярославского там почерка нет, но он мог также выйти из недр АГПУ в то же время. А Сталинская правка, она, несомненно, и первым обратил он внимание на это, еще работавший с этим документом ранее, меня, исследователь Ольга Косик, но она так ее подробно не анализировала. Я первый провел такой вот анализ всего, что там дописывал, исправлял уже Иосиф Кисарионович. И, конечно же, это интервью нельзя определить как сергиевский документ. Я могу сказать, что вот на выстослательном выступлении такого вот бывшего крупного архивного начальника ФСБ Василия Степановича Христофорова, член-корреспондента РАМИ, он говорил на конференции, посвященной истории патриаршества в 2017 году, очень интересно говорил вещи о заявлении патриарха Тихона, о его освобождении, известное, вот заявление, благодаря которому его согласились выпустить из тюрьмы. Это был известный компромисс, что Христофор по открытым текстам писал, что писал, что писал это заявление не сам патриарх Тихон, а целые несколько человек из ГПУ, а он подписал и выпустил свои цели. Та же картина и с этим интервью с митрополитом Сергеем, но только здесь на более высоком уровне все это делалось, то есть занимались этим вот такие ответственные люди, главные безбожники, Ярославские, члены политбюро Сталина и Молотова. Он главную принципиальную правку внес Сталин. И, собственно, этот документ, он отчасти сталинский, естественно. Но нельзя, но Сергий его авторизовал в том смысле, что он признавал, что, есть документ, что он признавал, что это интервью его. Хотя само интервью это фальсификация, просто этих корреспондентов не собирать. Придумали вопросы и ответы, а потом уже вносились туда практики. То есть, если интервью зарубежным корреспондентам, там была какая-то профанация, их собрали, потом вышли, кстати, интервью зарубежных корреспондентов так и не исследовали, как это все создавалось. Им передали вопросы какому-то там человеку от патриарха, а потом патриарху передали ответ. А кто писал эти ответы, неизвестно. То отечественных корреспондентов просто не было. Их не собирали. Вообще. Нет об этом. Просто это была такая вот фальсификация, которая пошла в газет пропагандистского очень важного свойства. Потому что известный поход Папы Римского, когда он объявил себя не только защитников католиков, но всех христиан вообще. Ну, конечно, в первую очередь православных. Отгонения и так далее. Нужен был ответ. Ответ дали Равины, тоже организовываются. Ответ дали обновленцы. И ответ дала вот патриарша Эльцерка. Ну, вот история, собственно, кратко говоря, этого интервью. Спасибо большое. Отец Георгий, в какой степени, как вам кажется, сам митрополит Сергий ответственен за это интервью? В какой степени его можно спросить, я не знаю, исторически спросить, что это было? Следовало ли это делать? Или это уже было, как говорится, уже процесс пошел, и он уже не мог ему никак сопротивляться? Ну, вот я бы все-таки хотел отметить, что это был уникальный документ вот в каком отношении. Вот упомянутое сейчас Игореву Александровичу заявление патриарха Верховного Сума писалось в заключении. И, конечно же, я бы не стал в данном случае утверждать, что оно было, весь текст был написан кем-то. Вот тут доказано, что в общем и целом это было так. Там содержались, конечно, моменты, которые были, на каких условиях его отпускало, изменяло ему меру пресечения Политбюро. Если он выскажется так-то, так-то в заявлении и в двух посланиях, которые должен выпустить впоследствии. Потом, выйдя из заключения 28 июня, он пишет сам, вот это неизменяется, он писал именно сам, не кто-то другой, текст, который вносит дополнительные требования, которые были внесены. И далее, 1 июля появляется еще одно его послание, который, текст, который также согласовывался с ГПУ, но делал это уже и архиепископ Иларион Троицкий, подпоминент его главный советник. Это послание как бы аннулировало после этого послания ГПУ инструкцию, согласно которой перерегистрироваться должны были приходы и перерегистрацию давали только до этого обновляться. А тут перерегистрировали всех. А вот это послание совершенно справедливо. Я в своей книге, Игорь Александрович, извините, вы обратили внимание, я несколько страниц просто приловожу текст ваш, потому что мне очень хотелось, чтобы студенты увидели, что такое работа с текстово-сточниковическое. Потому что курс-то семинарский, для них все это идет прежде всего в таком ключе общем, они не учатся еще методике работы с источниками. А здесь такой яркий текст, так сказать, у тебя вот в вами проделанная работа, поэтому я вот и решился им это показать. Спасибо, отец Георгий, спасибо. Я оценил это, я читал. Ну так это можно сказать, что такое, почти что плаги, а знаете как, нельзя больше все на конече минуты фрагменты Если оценаетесь, это не плагиа. Да, за это надо уже как-то выздавать должное автору, раз так такой фрагмент большой идет, или не показывать. Спасибо вам большое. Вот за это. Я вспоминаю свою дискуссию лет, наверное, 15 назад с Ольгой Юрьевной Васильевой, когда она говорила, какое-то мудрое было послово, интервью, как вот здесь вот он думал об этом, а вот здесь мне, не думал об этом, чтобы сохранить цену. А я и говорил, что в общем и целом за него думали в этот момент другие, но у меня тогда не было результатов вашей деятельности. Вы можете пойти, когда органи откроется, там органи, просто это дело, а дела они просто перелицевали, там не опись, только фонд изменили, просто взять и взять это дело и посмотреть. Я вспомнил вот эту нашу давнюю дискуссию. Так вот, что здесь характерно? Вот здесь уже не согласование текста, не исполнение требований власти в этом тексте. Потому что патриарх Тихон в своих посадях здесь он хочет сказать свое, а здесь он говорит то, что считает, что от него требуют власти. Вот поэтому они, тексты очень разнятся по направленности. Но вот здесь же все монолитно, как будто советский агент-пром. И действительно, есть и противоречия агент-промовского характера. Так вот, что здесь характерно? Впервые предстоятель церкви просто озвучил текст, составленный его группой верховных богоборцев. Вот так все задумывается над этим. Правда, этот текст подписали помимо него еще четыре члена его синода. Трое из которых, кстати сказать, были потом расстреляны. Их даже это не спасло. Понимаете? Трое из этих четырех. Вот. Ну, плюс оставался в живых митрополит Серьги. Вот из Серьги. Еще важный момент. Отец Георгий, я чуть-чуть дополню. Простите, я вас немножко перебью. Да, конечно. Известно, подписали ли, понимаете, затребовались ли подписи. Им могли, так сказать, их помогли просто вызвать и сказать. Вот публикуется такое-то вот интервью, а вы подтверждали. Будьте любезны это все подтверждать. То есть, неизвестно, то есть, мы спустили им тексты, брали ли с них подписи, как раз. И просто вы могли поддерживать послак. Да, но и они, так сказать, поддержали, никто, так сказать, не оспорил и так далее. Да, да. Вот. И вот с этого это начинается этап, когда по существу церковь обрекается на что? На то, чем она, увы, впоследствии не раз оказывалась вот в играх коммунистического режима. Она становится рупором советской пропаганды. Хотя слова исходят от ее представителей. Вот этого не было. Безусловно, да, при всех уступках патриарха Тихона и митрополита Петра. И еще один существенный момент, вот на который я бы хотел обратить внимание, я немножко возвращаюсь к более ранней теме. Ведь, понимаете, почему я так концентрировал, кстати, внимание на наших епископатиях. Мне было очень важно показать в этой книге, как рассматривают деятельность митрополита Сергия те, кто представлял собой законных возглавителей русско-церковной иерархии. Три местоблюстителя. И вот книга это показывает, что три местоблюстителя выступали с критикой политики митрополита Сергия. А именно они были законом нашим священноначальем, они митрополит иерархии. И именно митрополит Кирилл писал о том, что обнаружилась необновленческая природа сергианства. Это его слова, а не каких-то карловатских епископов. Это слова его написаны в одном из писателей до кончения. Да, пожалуйста, Игорь Александрович. Отец Георгий, я хочу только уточнить, вы все-таки не одобряете курсы митрополита Сергия после 27-го года, потому что у вас вы так спокойно объективистки пишете, у вас такой стиль, что можно сказать, что вы, ну, так сказать, не то, чтобы особо, ну, трудно умолить, вот то, что вы не одобряете. Вы знаете, для меня митрополит Сергий остается фигурой не только впавшей величайшее заблуждение и соблазн, но еще фигурой глубоко трагической. И так или иначе, подчеркиваю, что наша церковь сейчас не может, не должна называться сергианской и быть сергианской, она продолжает в своей жизни в том числе и взгляд на церковную жизнь. Должна продолжать. Таких наших канонизованных священноучеников, как оппоненты митрополита Сергия, митрополит Кирилл Смирнов, а Гафангл Преображенский, это как раз местомвестители законные. Я все-таки хочу подчеркнуть, что, к сожалению, будущее показало, что митрополит Сергий сохранил московскую патриархию в учебном, учебном виде. Он сохранил московскую патриархию как ведомство, но сохранил ли он при этом церковь как таковую? И вот здесь возникает вопрос, а что будет впоследствии? А впоследствии произошло следующее. Сохраненная им таким, кой ценой московская патриархия, увы, дерзну это сказать, во многом в дальнейшем извращала ход церковной жизни как таковая. Мешала нашему нормальному ходу церковной жизни и в общем дерзну сказать и сейчас остается во многом каким-то своеобразным препятствием к нашему церковному возрождению, которому все чаем, чаем и дождаться никак не может. Именно потому, что продолжается оглядка на его наследие. И вот это представляется наиболее печальным и роковым. И вот то, что произошло тогда вот для меня вот в этом интервью будущие многочисленные выступления наших иерархов на разных, преимущественно международных форумах, международных организациях, где они по сути озвучивали советскую пропаганду от имени церкви, касаясь сейчас совершенно не имеющих даже отношения к церковному роду, желая такого рода деятельностью сохранить церковь здесь. Но правильно ли это было? Вот вопрос. И самое главное, на что я хочу обратить внимание, отец Алексей справедливо заметил, что нельзя ставить знак равенства между Сергеанской церквью и Обновленческой. Я не ставлю знака равенства. Я просто хочу отметить вот что. У нас действительно была безусловно благодатная и каноничная иерархия тех епископов, которые, как ипортиальные архиереи, пребывая в своих епархиях поддерживали митрополита Сергея и тех епископов, которые не поддерживали его, запрещали стать но продолжались каноничными и благодатными. У нас просто с 27-го года исчезло каноничное высшее церковное управление и восстановилось оно не на архиерейском соборе 43-го года, а на поместном соборе 1945-го года, когда в соответствии с нашим же уставом поместный собор, а не архиерейский собор, избрал нам патриарха в присутствии представителей других православных поместных терпеть. Это было формальное восстановление высшего церковного управления, но при этом церковная жизнь у нас не прекращалась ни на сергианских приходах в период гонений, ни на ясифлянских приходах, ни на кирилловских приходах, на обновлеческих вероятно прекращалась, на этих же приходах нет. И с этой точки зрения позиция митрополита Кирилла всегда представлялась мне очень оправданной. Почему? У нас нет высшего церковного управления, местоблюстители находятся в заточении, значит все епархии должны управляться самостоятельно, понимая, что канонические центры высшей церковной власти у нас временно отсутствуют. Если бы большинство епископата приняло эту позицию, а такой путь предложил уже в 22-м году митрополит Акафанков Преображенский, у нас бы эта коллизия исчезла. Никто бы не пытался сохранить любой ценой патриархии, идя на любые уступки боговодческим властям, и тем самым сохранял при этом не церковь, а сохранял административную потом посуществовать инородным телом в церковной жизни, который будет мешать полноценному развитию церковной жизни на протяжении десятилетий. Спасибо, отец Георгий. Вы предварили мой вопрос. Я как раз хотел вас спросить, что могло быть иначе? Были ли какие-нибудь другие альтернативы? Что могло случиться с церковью, если нет? И вы, спасибо, что вы как раз рассказали и озвучили вот эту вот позицию епископов в заточении, позицию оппонентов митрополита Сергия в лице владыки Агафангела. И действительно, вот так немножечко задумавшись, на сегодняшний момент мы видим всех этих мучеников, канонизированных церковью, как наших святителей и молитвенников, за которыми, конечно же, стоит правда Божия. И, конечно, в данном случае я думаю, что канонизация, скажем, патриарха Сергия Старгородского была бы вещью скандальной, без всякого сомнения и достаточно спорной в любом случае вот в сегодняшний момент, потому что она бы, конечно, была не принята огромным количеством верующих людей все равно, несмотря на всю ту ситуацию, которая оправдывает в течение уже почти столетия все действия митрополита Сергия как спасителя, спасителя нашей церкви. У нас есть, Жан-Франсу, сколько времени у нас осталось еще? У нас еще 15-20 минут есть. Пока очень много народу на самом деле на фейсбуке под лайвом, но там только комментарии и шуточные некоторые о том, что, например, Тест Георгий стал портретно похож на метрополит Сергия, но пока вопросов серьезных нет. Может быть, я задам один вопрос, может быть, наивный, я не знаю, но мне интересно понять, на что надеялся патриарх Тихон, когда он устанавливал фигуры вместо блюстителя. Надеялся ли, что может церковь существовать без конкордата, а возможно ли было бы церковь существовать без взаимодействия со властью? Этот вопрос возвращает нас немножко назад. Я хочу сказать, что патриарх Тихон как раз с большим трудом принял это решение Поместного Собора. Я хочу подчеркнуть, что Поместный Собор в феврале 1918 года обязал его в противовес букве канонов назначить себе преемника с полнотой патриархи власти. Каноны не допускают назначения предстоятелем церкви себе преемника с полнотой его полномочия. Преемник может избираться только с собором, но, исходя из тех обстоятельств, которые были, исходя из перспективы устранения патриарха и невозможно не созвать новый Поместный Собор, Поместный Собор обязал патриарха сделать это, и он это сделал, причем это право назначить себе преемника оставлял собор только за патриархом и он назначил себе преемников из иерархов, которых он действительно хорошо и в которых в общем-то, надо сказать, не ошибся. Вот, и вот здесь возникает вот какого рода проблема. В 18-м году он назначал себе преемника в 22-м и Агафанков приступил к исполнению своих полноучий, а потом уже накануне своей кончины или гибели в 25-м. Почему получалось так, что, собственно говоря, власть концентрировалась в руках теперь местоблюстителя? Во-первых, государство не давало церкви собрать поместные соборы, которые должны были бы собираться регулярно с промежутком в 3-5 лет вот об этом шинескуте. Синод, избранный на поместном соборе 17-18-го года уже изменил кардинально свой состав. То есть, действительно, общая тенденция была такова, что власть концентрировалась в руках предстоятеля. И местоблюститель по существу занимал место патриарха. И вот что в чем заключалась главная проблема? Действительно, возникала вот эта вертикаль власти, при которой ситуация осложнялась для церкви тем, что большая часть нашего народа свою церковь не защищала и не поддерживала. И вот эта идея сохранить церковь становилась делом прежде всего духовенства, церковных иерархов, прежде всего, духовенства и самих немногочисленных прочих письма мирян, но очень немногочисленных. Вот эта централизация власти складывалась неизбежно, потому что надо сохранить хоть что-то, и это что-то стало ассоциироваться вот с этой самой московской патриархией, с высшим церковным управлением. Его формально и сохранили, но сохранили в таком виде, которого не предусматривал ни поместный собор, ни патриарх три местоблюстителя, а именно, вы даже вдумайтесь в это, заместитель патриаршего местоблюстителя и временный при нем священный патриарший сенот. Это что-то такое управление это странное, откуда при заместителе местоблюстителя может взяться патриарший сенот, а что происходит впоследствии, а впоследствии при живом, хотя митрополит Сергий был дезинформирован, мы сказали о смерти митрополита Петра, но оставался в живых митрополит Кирилл, сам заместитель местоблюстителя объявляет себя местоблюстителем. В 36-м году это происходит. Но далее уйти было уже просто некуда, когда уже потом в 41-м году местоблюститель патриаршего престола назначает себе местоблюстителя в виде митрополита Алексея на случай своей смерти. Это действительно неканонично, это не соответствовало с постановлением поместного собора, и патриарх Тихон, исполняя это решение поместного собора, пошел по пути очень рискованным. Другое дело, что уже в 20-м году альтернативный вариант существования церкви был узаконен патриархом и священным синодом, а именно постановление номер 362 ноября 20-го года, которое давало право при отсутствии канонического центра и партииальным архиереем создавать временное и высшее церковное управление и управлять своими партиями самостоятельно. Вот эта альтернатива была, но, к сожалению, реализовать ее не удалось, а реализовалось то, что оказалось довольно-таки, может быть, более привычной децентрализованной структуры православной церкви, но в чем-то более губительной, потому что, сохранив вот эту самую структуру единоначалия в церкви, мы одновременно сохранили структуру, через которую было очень легко властям, раз возглавитель этой единоначальной структуры. Митропавец Сергей готов был на любые компромиссы с властью манипулировать церковью, что и происходило у нас и при нем, и, к сожалению, при его ученике и преемнике патриархи Алексея I, Алексея Семанского. Да, спасибо, отец Георгий. Спасибо, отец Георгий. Сколько времени у нас остается Жан-Франсуа, и есть ли еще вопросы? Да, еще один вопрос, как я понимаю, риторический, но я не знаю, это все-таки озвучил, Дмитрий спрашивает, канонизация митрополита Сергия была бы скандальной, а черный чугунный памятник в Арзамасе разве не скандалный? Можно? Ну что? Ну, давайте тогда Игорь Александрович как историк, наверное, может прокомментировать. Я не специалист именно по канонизациям, есть такой прекрасный историк Илья Семененко-Басин, он рекомендую его работы, но что касается моей точки зрения, он как историк. Вы знаете, здесь был такой, он теперь покойный, мой оппонент, церковный историк Николай Николаевич Лисовой, он, правда, не 20 века, но в своей публицистике он часто касался темы этих 20 века, он был такой убежденный сталинист в церковной ограде, он считал Сталина мудрым спасшим Россию государственным деятелем, проводил эту огромную мифологию в этой связи, что Сталин идет прямо по ста, чуть ли не помазанник Божий там у него, там всякая безумная теория, на мой взгляд, но, и он говорил, типа, да, вот Сергий не обязательно должен быть канонизом, это я помню у нас на центре, он так высказывался, почему, потому что такую правильную политику выстроил, которая только единственная, только и просто единственная возможная, но она согласуется и с православным церковным учением, и с теорией отношения с властью и так далее, и так далее, и так далее, он спас церковь, спас все там, и так далее, ну, мне кажется, вот это такая обращенная схема, и она часто бывает связана просто со сталинизмом, с сталинизмом церковной сознания и так далее, и здесь надо, конечно, все взвесить, очень хорошо подумать, насколько вот его подвиг был действительно такой цветовый подвижник, или все-таки это была компромиссная линия, которая либо отчасти, либо в целом себя не оправдал. Спасибо. Да, ну, благодарю вас, Игорь Александрович, за ответом, я просто не вижу прямой связи между памятником, скажем, и канонизацией, потому что памятники у нас, как вы знаете, стоят везде, всегда, и кому угодно, вот, и памятники патриархам, как таковым, окружает сегодня храм Христа Спасителя, все патриархи, и всероссийские, удостоены чести быть запечатленными в монументах. И в этом нет ничего, мне кажется, странного, и исторически совершенно, мне кажется, оправданно, потому что патриарх Сергий, он, без всякого сомнения, важнейшая историческая фигура, вот, и невозможно свести его жизнь и деятельность исключительно к ошибкам, да, но, наверное, все-таки за ним остается право быть и молитвенником, и печальником о нашей земле, и просто человеком, который пережил в своей жизни самые мучительные и тяжелые испытания, как патриарх, я не думаю, что кому-то еще на долю достался столь тяжкий и мучительный крест, как митрополиту, да, в дальнейшем и патриарху Сербии, поэтому я, вот, как и отец Георгий, считаю патриарха Сергия, прежде всего, фигурой глубоко трагической, но при этом все-таки мощной исторической фигурой, без всякого сомнения, мне кажется, достойной памятника. Но при этом я со своей стороны как в нашем собрании главной специалисту канонизации окажут, я ведь 20 лет проработал в Синодальной комиссии по канонизации святых, хотел бы просто поделиться своими впечатлениями вот какого рода. Действительно, не просто мы приходили к мысли, о необходимости прославить тех оппонентов митрополита Сергия, которых он запрещал в священнослужении, и которые в конечном итоге-то, уж простите за резкость, с его не всегда молчаливого согласия, только лишь молчаливого, становились жертвами ГПУ, а потом НКВД. Да, и вот вы знаете, мы шли дискуссии, и мало того, что было принято решение добиваться прославления не только достойно принявших мученическую смерть сторонников митрополита Сергия, но и противников митрополита Сергия, без того, чтобы аннулировать прещения, наложенные на них митрополитом Сергии, которые были бы вменены ни во что. И вот я сейчас не хочу останавливаться конкретно на наших дискуссиях, а здесь как раз именно представители Сергийского, простите, Тихоновского института и Петербургской духовной академии шли единым строем, ратуя за такого рода канонизацию непоминающих Сергия, тут большую роль сыграл митрополит Ювеналий, председатель нашей комиссии, будучи вернейшим последователем митрополита Никодима, а для митрополита Никодима Сергий был действительно просто хумир, он был убежден, что его надо канонизовать, митрополит Ювеналий свой авторитет употребил на то, чтобы убедить Синод во многом принять канонизацию противников митрополита Сергия. И вот это для меня чрезвычайно важно, потому что потенциала церковных историков не хватило бы на то, чтобы наше священное начале решилось на такой шаг. И вот слово одного из авторитетных Синодалов, так называемого Никодимовцев, а всем было известно отношение митрополита Никодима к Сергию, как своему учителю, привело к тому, что это случилось. И теперь мы можем сказать, в нашей церкви почитаются все достоины ее представителей, и сторонники митрополита Сергия, и противники митрополита Сергия. И вот это было самое главное. А что же касается, да, главные оппоненты митрополита Сергия прославлены, кроме, пожалуй, митрополита Иосифа Петровых пока еще. А митрополит Кирилл Смирнов, Агафангов Преображенский, ну, и многие, например, прославленные, например, епископ Виктор Островинов, который в Кемском лагере писал письмо, извините, уж процитирую, митрополит Сергий собрал свой щенот из одних сучиных архиереев. Здесь он употребляет термин вполне для зэков понятный, тех, кто пошел на сотрудничество с лагерной администрацией, то есть с лагерью в данном случае. И он прославлен у нас, понимаете? Вот такой жесткий оппонент Сергия. И вот в этом для меня заключается величие церкви, которое в конечном итоге канонизует тех, кого их предшественники, могли бы выгнать. Я вспоминаю юбилейный собор 2000 года. Я думаю, что многие архиереи, будь они современниками наших новомучеников, заняли бы в отношении их иную позицию, чем они заняли на соборе, когда голосовали за их канонизацию. А и почему? Да потому что, если мы почитаем письма, которые я в частности привожу и в книге этих оппонентов Сергия, что они инкриминируют с Сергией? Вы хотите отнять у церкви главное, что даровала и Христос, дух свободы и любви? Сейчас эти слова звучат очень как-то даже непривычно в устах наших церковных иерархов. Какая уж свобода и любовь? Прежде всего, смирение и послушание, единство и подчинение священно-начале. Они говорили в условиях гонения, а церкви основаны на свободе и любви. Кратко, отец Георгий, вы против канонизации или за митрополита Сергий? Я не могу даже представить, что это... И вы знаете, за 20 лет работы ни один архиерей даже не присылал документов. Каких документов мы только не получали. И канонизация Ивана Грозного, и маршала Жукова, и Распутина. Но никогда не приходил потерял на канонизацию митрополита Сергия. Не дерзнули пока. Пока не дерзнули, а в будущем все возможно. Ну, нет, все возможно. И еще я хочу сказать, что уже нас разделяет сейчас с отцом Алексеем. Видите, он говорит, патриарх Сергий. Я в своих лекциях никогда его не называю патриархом. Для меня он так и остался митрополитом. Патриархом может считаться его сторонник, его продолжатель, патриарх Алексей, безусловно. А вот Сергий так и остался формально какое-то странное избрание там, фактически назначение архиерейским собором как-то странно. Да, именно архиерейский не имел права по действующему тогда нашему церковному уставу избирать патриарх. Ну, у нас еще масса тем для обсуждения. У нас огромное количество незатронных. Мы, как бы сказать, еще не вышли за рамки 20-30-х годов. А перед ней вполне возможно для обсуждения военный период, послевоенный, послесталинский период, это, конечно, современный период жизни нашей Церкви в контексте вашей книги, дорогой отец Георгий. Может быть, продолжим? Я бы просил Жанну Франсуа как раз послушать. Давайте сделаем продолжение. Предлагаю продолжение нашей встречи и продолжить обсуждение после новогодних каник. И презентацию книги отца Георгия. Что вы думаете, Жанн Франсуа? Да, на самом деле издательство «Практика», которое издавало эту замечательную книгу, хочет продолжать разговор об этих книгах, поэтому обязательно мы сделаем. Давайте про вопросы. Вопросы сыпались сейчас, буквально к концу нашего эфира, я не знаю. Может быть, один вопрос, я по памяти ее цитирую, потому что она уже прошла. Это по поводу кончины патриарха Тихона. Говорят, пишет человек, что в 80-е годы они были уверены, что его отравили. И другой человек спрашивает, а есть ли новости о расследовании кончины патриарха Тихона в нынешней России? Я бы начал вот с чего. Исключать вереси его устранения на 100% нельзя. Но, насколько ясно, хотя это скорее вопрос уже Игоря Александровичу, никаких документов, которые бы косвенно хотя бы указывали на принятие такого решения, а за уже на другой день после его качения на уровне Политбюро обсуждался вопрос, что сообщать и что происходило, никакого документа не существует, который бы хотя бы косвенно на это намекал. Здесь же известно, у нас был такой же историк покойный, к сожалению, он умер безвременный Вячеслав Викторович Лобанов, он написал очень хорошую, добротную, интересную книгу «Патриарх Тихона. Советская власть». Может быть, вы не знаете, я рекомендую, в 2008 году она вышла, я думаю, что она устарела. И он тоже смотрел эти вопросы кончины патриарха Тихона, он пришел к выводу, что все-таки это была естественная смерть, известно, что ему там стало плохо и вот оставили в том больнице, у него там раньше беспокоило. Но, по крайней мере, нет документов о том, чтобы утверждать, что он, может быть, ошибся, слава. Может быть, там что-то такое, мы могли там чего-то такое впрызнуть, колоть, но мы этого не знаем. Такие вот, что касается тайных убийств всех этих, ну, конечно, советская власть всегда их практиковала. Всякие отравления, всякие там киллеры и так далее. Но здесь нужны, конечно, документы. Без документов сказать такое нельзя. Спасибо. Спасибо большое всем участвующим. Вопросы продолжаются и все поддерживают. Пожалуйста, сделайте продолжение. Поэтому мы сделаем продолжение. Делаем продолжение обязательно, обязательно. Поговорим о войне, о послевоенном периоде, о репрессиях. Очень важно, очень интересно, конечно, потому что мне кажется, что интерес к этому разговору как раз именно продиктован нашей сегодняшней жизнью. Это не возвращение в прошлое, это наше настоящее. Спасибо. Напоминаю, что сегодня речь шла о презентации о шефе поиске русской православной церкви 20 века, которая вышла в издательстве «Практика». И издательство «Практика» один из организаторов нашего вечера. Офиста Алексея, огромное спасибо. Игорь Александрович отец Георги тоже огромное спасибо. Всем спасибо большое. Мы здесь прерываем наш лайв на Фейсбуке. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания.